Добрый день! Вот про цену на нефть все интересуются. А почему так мало люди говорят о цене то, что вокруг нас везде, а именно о киловатте, стоимости киловатта-час, потому что как ни крути, именно с него начинается вся экономическая промышленность, то есть запуск тех же самых насосов, которые качают нефть, они тоже начинаются с электричества и так далее и тому подобное. Поэтому в любой обрабатывающей промышленности в первую очередь идет электричество. Почему об этом все молчат? Не думали ли вы, что не просто так был разработан план ГОЭЛРО, который внедрился с Советским Союзом? Да, ну так вот, теперь поговорим о тарифах. Просто для людей я вам почитаю. Смотрите, тарифы на электрическую энергию по Санкт-Петербургу установлены распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16-12-2019 ставки тарифов, применяемые с 1.07.2020 по 31.12.2020. То есть это уже сколько раз эти тарифы растут, соответственно буду говорить некие минималки, дневные, ночные, там одноставочный тариф, да, то есть население проживающие в городских населенных пунктах, кроме потребителей указанных в пункте 2 и 3 настоящей таблицы, да, то есть 4.82 это есть одноставочный тариф, соответственно дневная ставка где по зонам суток 5.42 и ночная 3.12. Население проживающие в городских населенных пунктах в домах оборудованных с установленным порядке стационарным электроплитами или электроотопительными установками 3.61, да, это однотарифный, двухтарифный дневной 4.06 и ночная 2.34. Потребители приравненные к населению 4.82 это однотарифный, 5.42 день двухтарифный и 3.12 двухтарифный, да, но на самом деле ссылку прикреплю, кому интересно разбирайтесь, да, не менее интересно могу вам сказать, что попытался я узнать сколько же у нас платит промышленности и просто как только ныряешь туда, так помираешь в таблицах, то есть я конечно с этим буду разбираться и пообщаюсь с теми кто хоть как-то занимается промышленностью, чтобы понять сколько же они платят и по каким тарифам чего как, да, но всем рекомендую набрать в поиске просто там тарифы киловатт для промышленности и вы увидите как там интересно сколько там категорий и так далее, да, то есть и как там все не просто чтобы понять. Вы никогда не думали почему так запутанные эти тарифы, да, и все-таки давайте поднимать тему электричества, тем более если мы все-таки посмотрим, точнее напишите сколько гидроэлектростанций осталось у государства, сколько атомных станций осталось у государства, сколько передающих сетей осталось у государства, но именно у государства, что там контрольный пакет и так далее, да, то есть, а сколько находится в частных руках и сколько находится у тех, про кого нам говорят, что они нам враги и так далее, да, и сравните с тем, что по другим странам происходит, да, и сколько там людей иностранцев владеют энергетикой, в сравнении с тем, что произошло за время Ельцина и Путина в Российской Федерации, ну и дальше думайте, сможете ли вы отсидеться, да, то есть и давайте поднимать все-таки ключевой вопрос во всем этом, да, насколько вообще гидроэлектростанции созданные не при царе, а именно в советское время законно могли попасть в частные руки, вообще в принципе в частные руки, как и передающие сети и так далее, да, то есть не пора ли и этот вопрос нам поднимать и, в общем-то, кто там стоял у руля всего этого и в какие года происходили приватизации гидроэлектростанции, вообще электростанции и передающих сетей и кому они перешли, поинтересуйтесь, потому что, насколько я понимаю, именно электричество является основой экономики, ну а экономика там и так далее, все дальше вытягивает, потому что вы куда ни плюньте, у вас везде так или иначе все завязано на электричество, ну кто со мной не согласен, соответственно, пишите тоже в комментариях, ну а кому понравилось, соответственно, подписывайтесь, лайки, репосты и вперед!